В руках одного из танцующих видна большая морская раковина. Это очень важный атрибут в жизни многих народов океании, который используется как сигнальный инструмент на войне, рыбной ловле или при проведении обрядов. В 2010 году мы попытались провести такой же обряд Рамбарам с черепом моего отца. Но его тело пролежало 4 дня, пока мы получали разрешение католической церкви. Нам пришлось похоронить отца, но мы все равно провели церемонию, заменив череп другим предметом. Это был манекен, но обряд проходил согласно всем традициям и обычаям. Марселен рассказал нам почти детективную историю черепа, в честь которого проводился нынешний Рамбарам. Оказывается, один старейшина умер более чем полвека назад, в годы Второй мировой войны. В 1945 году американские летчики забрали череп как сувенир в США. И лишь недавно, откликнувшись на призыв Марселена к музеям и частным коллекционерам вернуть артефакты, вывезенные из страны в колониальные годы, наследники военного летчика прислали череп на Вануату. С тех пор прошло пару лет, и вот теперь нам реально повезло оказаться на острове Малекула в нужное время. По мнению Марселена, есть высокая вероятность того, что обряд, за которым вы сейчас наблюдаете, больше не повторится никогда из-за позиции церкви. Сам обряд поразил нас обилием и многоцветием масок, сделанных специально к церемонии из глины, растительных материалов, дерева и высушенных плодов. Все они были украшены цветами, листьями и раскрашены самыми разнообразными натуральными красками. Танцующие прославляли череп умершего предка, изображали охоту, дефилировали с ямсом, корнеплодом, символизирующим плодородие и достаток, изгоняли злых духов. К глубокому сожалению, век всей этой красоты крайне недолг. Островитяне подходят к своим творениям очень утилитарно, используя их практически только однажды. Правда, после окончания обряда некоторые маски раскупаются зрителями, чтобы прожить вторую жизнь на какой-то другой церемонии. После нескольких часов танцев под палящим солнцем, аборигены принялись разбирать зеленый занавес, за которым скрывался таинственный рамбарам. В алтаре мы увидели сразу три манекена в человеческий рост и несколько искусно сделанных голов, украшенных длинными клыками домашней семьи. Как и полагалось, центральное место было отведено фигуре, которая символизировала старейшину, почившего полвека назад. Мы, естественно, поинтересовались у Марселена, как в прошлом происходило отделение головы от тела умершего. Ответ, признаться, произвел впечатление. Оказалось, что покойный помещался на специальный помост, под которым разводили огонь. Тело коптилось до отделения головы, после чего оно придавалось земле, а голову начинали готовить к обряду рамбарам. Сама церемония могла состояться через несколько месяцев, а иногда через несколько лет после смерти человека. КОНЕЦ Заключительная часть обряда проходила уже перед открытым алтарем и закончилась, как принято на Вануату, жертвоприношением свиньи и подношением духа предка Ямса. Ну а что, можете спросить вы, происходит с черепом после обряда? Есть два варианта завершения этой истории. Череп могут придать земле или положить на почетное место в Накамале, в мужском доме. Он будет находиться там долго, до 20 лет, пока магическая сила не покинет его окончательно. Субтитры сделал DimaTorzok